друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои ролик сегодняшний очередной киношедевр на канале леночки под названием готовить не буду горжусь собой ну что как вы уже все поняли название конечно же для зрителей для того зрители написали в комментариях да по поводу того что лена не хочет готовить но и при всем при этом гордиться собой да там знаете смысл был в другом об этом обо всем я расскажу в своем конечно же обзоре но в любом случае вот понимаете все что делает лена это для того чтобы была какая-то ответная реакция от зрителей только я всякий раз хочу ей напомнить что в этих моментах выставляя себя эдакой знаете такой вот ну нежелающие заниматься детьми хозяйством домом создавать дома уют лена выставляет себя в первую очередь в невыгодном свете да являясь так скажем девушкой 45-летней как-то знаете это все смотрится со стороны не очень да кстати девушкой по поводу девушки вы знаете есть у меня там одна защитница лены которая бегает бегает и сбегала абсолютно все мне говорит ты чё себя считаешь 36 летней девушкой да прикинь я себя считаю девушка какой я себя должна считать если я 70-летних своих зрительниц называю девочками да если лена считает себя в 45 девочкой то почему я себя в 30 должна считать не девушкой вот мне просто интересно да это у нас откуда пошло в конце концов ну да ладно друзья мои там знаете ленина обожатели извратят перевернут абсолютно все особенно мне понравился момент когда они до усрачки спорили по поводу того что ну как это так надо идти ли она хотела выйти пораньше из родительского дома родительского гнезда для того чтобы стать самостоятельной эту фигню написала вот эта вот тетенька бабушка которая защитница лены которая кстати ненавидит всех нас с вами только потому что мы из россии вот я хочу этой бабушке тетеньки ответить но она знает кому я отвечаю в принципе все мои зрители тоже знают кому я отвечаю так вот запомни раз и навсегда вот у тебя видимо с головой не все в порядке да лена хотела вырваться от родителей от каких чертовой матери родителей лена жила с мамой которая меняла отчимов до лениных как перчатки мужиков меняла как перчатки представляете насколько в кавычках комфортно лени было находиться в этом доме что она готова была бежать в 15 в 16 лет ночевать по подружкам ну если у вас это круто то для меня в 15 16 лет ни в коем случае не хотелось никуда бежать и потом говорить про лену что лена вырвалась да и стремилась к самостоятельности какой самостоятельности правильно написали мои зрители ответили этой бабушке которая за лену стоит горой какой самостоятельности стремилась лена и в 19 лет вырвалась из дома и тут же выскочила замуж за первого встречного поперечного вовку которого она знала без году неделя сколько они там две недели были знакомы на тот момент или неделю я уже не помню не суть важная даже эту информацию запоминать не собираюсь они мне не родные люди чтобы я об этом вспоминала но помню что очень и очень мало то есть она была готова выскочить за кого угодно лишь бы только не находиться в доме с любимой в кавычках мамой и вот с этими без конца меняющимися отчимами представляется да ну вот на самом деле как там было круто в этом доме так вот я хочу напомнить когда лена выскочила замуж в 19 лет то есть она из под крыла маменьки и своих отчимов тут же попала под крыло вовчика который содержал ее всю оставшуюся жизнь лена ни разу нигде не работала простите а какой независимости идет речь насколько лена сейчас независимо я напомню лена целиком и полностью зависит от и вова и хорошо если это сказка и вранье в которой они заставили поверить зрителей хорошо если они сейчас на самом деле вместе и просто дурят зрителей хорошо для лены не для зрителей для лена а если они действительно расстались то лени да поскольку она вообще зависимо целиком и полностью от своего мужа потому что по документам им пока не развестись потому что у них политический кейс но так на секундочку лена вынуждена просить да просить на еду на все на свете а какой по чесноку это я обращаюсь к лениным обожателям а какой независимости вы говорите в чем она независима и потом вот эти вот комментарии по поводу того что вы должны уважать лену потому что на пятерых родила с какой стать она родила их для себя для того чтобы возможно удержать своего мужа детьми понятия не имею какие у нее там были эти да я понимаю женщин которые рожают которые любят детей и растворяются в своих детях но это явно не ленин вариант уж если опять же по чесноку я думаю многие зрители со мной согласятся рожать когда у вас в семье любят и занимаются детьми да и время уделяют и все на свете это одно а рожать просто для того чтобы быть многодетные тебе все поклонялись или для того чтобы удержать своего мужика это другой момент никто тебе обязан не обязан говорить спасибо может быть тогда лена скажет нам спасибо нам девчонкам и девушкам которые по колено рожала и сидела с детьми дома все 25 лет своей жизни мы в это время работали да да рожали детей а потом шли работать представляете да окончив школу 11 классов как я ее окончила да потом поступив университет да его да все пожалуйста диплом получила пошла во взрослую жизнь так вот я-то как раз таки и мои зрители мы-то во взрослой жизни мы-то сами на себя зарабатывали и зарабатываем продолжаем зарабатывать да и мужья у нас тоже зарабатывают а вот лена просидела все эти годы ну вот как то так ну что друзья мои теперь давайте приступим с вами к обзору да к обзору на сегодняшний ролик это что-то с чем-то готовить не буду горжусь собой леночкин девиз по жизни ну что ж мы ее поздравляем в общем лена рассказывает о том что сегодня выходной день но и дети как всегда друзья мои валяются в кроватях с гаджетами в руках кто бы сомневался и она говорит ой дети дети я говорит у них спросила говорит давайте может быть поедем в ватер парк но дети отказались вы знаете а я вот смотрю на нее и думаю блин на самом деле быть довольна и счастливой что твои дети сидят дома безвылазно это как-то вот знаете для меня лично странно да не хотеть с детьми куда-то выехать и честно я не верю в то что они опять в очередной раз отказались да и даже порой если дети что-то отказываются делать иногда опять же для того чтобы во благо детей нужно детей заставлять что-то делать да есть дети которые действительно хотят хотят сидеть исключительно в гаджетах но родители говорят нет 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 все равно будешь ходить на какие-то секции на какие-то кружки будешь развиваться физически всяко разно общаться да как-то социализироваться и так далее но нет здесь лена счастлива потому что она сидит дети сидят и она тоже сидит но хотя знаете честно я не верю в то что дети отказались куда-то идти потому что дети с превеликим удовольствием почему-то идут куда-то с папой с превеликим удовольствием едут элементарно в магазин за продуктами помните когда они ездили с лизой с машей с леной да а тут прямо в парк они отказались вот отказались но наверное по той простой причине потому что им никто не предлагал это опять же мое мнение линия в этой ситуации я не верю вообще далее представляете лена готовит тефтельки готовит тефтельки и кстати сегодня опять очередные новости лёва оказывается любит и котлетки и макароны и даже гречку но надо же лен вот ты сама себе противоречишь несколько недель назад ты нам рассказывала о том что лиза с лёвой категорически против вот такой вот еды они тоже приверженцы исключительного фастфуда как и катя с лавриком а вот только маша только маша любит домашнюю еду но теперь друзья мои уже и лёва все полюбил вот странно да как то вот у них меняется все от дня на день ну в общем со дня на день все да день от дня меняется абсолютно все кстати я смотрю что лена сегодня выглядела какой-то знаете такой уставший и без настроения правда потом плюнув на эту гречку которую она хотела приготовить трясла там нам пакетиком со специями и так далее она сказала дай эту гречку нафиг эту гречку мы заказали пиццу дети горит радуются ну или не тоже хорошо потому что не надо готовить ну да действительно представляете так сложно женщине которая сидит дома 24 на 7 оказывается сложно приготовить гречку вот как-то так представляете такое бывает далее лена радуется радуется что дети вы говорит ой дети вообще говорит не вылезают из кровати сидят говорит вот я такую перестановку у суши говорит сделала в комнате дети говорит сначала они вылезали из кровати потом говорит сидели в комнате до поздней ночи ребят представляете собственный дом ну так на секундочку да о чем я говорю собственный дом у нас дети не вылезают со двора да вот двор пожалуйста там еще какие-то соседские дети и так далее да то есть во дворе там есть и качели и карусели и бассейн стоит и все на свете да и играя не хочу там побежали к соседским детям их не видно не слышно и так далее да то есть пока еще идут каникулы у лены дети сидят да просидели все каникулы и сидят все выходные дни с гаджетами в руках не бывая на свежем воздухе от слова совсем практически то есть алина говорит ничего страшного в школе они и так достаточно бывают на свежем воздухе в общем мама счастлива мама счастлива потому что дети ее не трогают дети ее не отрывают от ее каких-то не хотелок хочется ей релакс ночь и дети ей нисколько не мешает далее уже следующий день она говорит ой у нас следующий день и катя катя тут же прям зайти просит маму и не снимать честно опять же мне показалось что скорее всего возможно это ну не знаю 50 на 50 либо действительно катя попросила потому что она не хотела либо потому что мама лена ей сказала это помните был такой момент когда а несколько недель назад лена дабы доказать нам зрителям что дети действительно не хотят ватер парк она сказала дети хотите ли вы она прям так демонстративно на камеру дети поехали ватер парк они нет нет прям вы знаете вот в унисон да вот вместе все кричали одновременно мы не хотим туда мы не хотим туда ребят не верю вот не мере не верю насколько это постановочно выглядело тогда поэтому и сейчас я имею полное право знаете не верить ленину вот не верю и вот не верю и все хотя опять же она может достать всех своих домочадцев своей камеры это понятно но в любом случае очень часто ленина дети попадают на камеру очень хорошо себя чувствуют на этой камере и что-то там изображают и показывают а тут прям катя сказала нет не хочу ну да ладно далее далее все таки лена приготовила гречку представляете но это ж надо вообще это прям герой герой самый настоящий и говорит починила сама холодильник думаю боже куда же она там полезла что же она там такого сделала починив холодильник оказывается оказывается в общем да да говорит не получалось у нас сделать лед но теперь говорит мы счастливы у нас говорит теперь много льда я горжусь там собой что я это сделала ну да действительно если больше гордиться ничем если детьми заниматься некогда да и не охота да и нет никакого желания да и в принципе зачем ведь скоро они сепарируются от леночки да дома создавать какой-то уют тоже не хочется идти куда-то на работу тоже не хочется проще сидеть и рассказывать что у нее нет денег да имея то есть у нее нет денег как она говорит я значит вот свовиной карты рассчитываюсь да то есть денег у меня нет ну да пойти на работу нет желания пойти на какую-то учебу чем-то заняться нет желания заниматься детьми нет желания собаки и те друзья мои у леночки вызывают какое-то знаете отторжение потому что ими надо заниматься почему леночка любит котов я вам объясню я думаю многие это прекрасно понимают а те кто не понимает я объясню потому что коты лежат и толком ничего к себе не требует да их не надо выгуливать ими не надо заниматься вот пожалуйста положил там в мисочку корм да и на этом все вот вот все поэтому лену напрягает тогда когда нужно делать какие-то действия понимаете вот в отношении детей надо съездить до детей до автобуса довести потом с автобуса их забрать потом иногда еще с ними какое-то время там потратить и так далее потом она говорит о том что боже слава богу этот фиговый день да или там ужасный этот день как она говорит закончился подошел к концу и так далее в общем вот в этом в принципе вся лена все уже давным-давно поняли далее далее представляете опять ребята очередное чудо произошло опять кто-то из каких-то друзей лени отправил некую посылочку и она говорит боже боже вот горит я не знаю говорит вот опять посылка от вас друзей говорит так это здорово так это замечательно пришла посылка не знаю грит от кого она пришла вот знаете ребят и этот момент мне захотела сказать только следующий лен заканчиваю врать вот честно твою вранью уже просто надоело то что ты не хочешь рассказывать сказав а и не сказав б про ваше расставание а-ля смовы да это była. это уже ладно это уже другой момент вот эти сказочки про то, что тебе кто-то там высылает какие-то там посылочки и не пишет, причем, да, вот какой-то мистер Икс и не пишет, не указывает, кто это. Не верю, ребят, вот в это вообще не верю нисколько, потому что обычно я всегда говорю, да, когда им что-то там отправляли, какие-то там посылочки и так далее, Всегда, как правило, люди отправляют и пишут от кого, да, редко бывает, когда люди пишут просьба, пожалуйста, не говорите от кого и так далее, а так любят, чтобы и зачитывали, и говорили, от кого пришла посылка, и поблагодарили человеку, это приятно, да, приятно, даже дело не в том, что приятно, что вот, да, чтобы вот просто, когда тебя поблагодарят, приятно, как ни крути, а тут прямо какой-то мистер Икс без конца какие-то там непонятные посылочки для дома, да, отправляет то, что нужно для собаки, то, что нужно, то, что вот прям Лене нужно, вот он отправляет, прям читает Леночкины мысли и отправляет, ну, или настолько внимательно смотрит Леночкин контент, что вот берет и отправляет, ну, честно, смешно, вот реально смешно, хочется сказать, Лен, ты знаешь, вот, не знаю, но никто особо-то Лену донатами не балует, друзья мои, а тут прямо посылки отправляют, далее, Лена пытается постоянно разговаривать с Катей, которая сидит на кухне, но у Кати на голове постоянно, друзья мои, наушники, наушники, Катя в наушниках, видимо, тоже уже, значит, не хочет ничего слушать, ну, а затем Лена рассказывает о том, что завтра она непременно отправится в магазин, да, в магазин, я так понимаю, завтра у нас будет, друзья мои, с вами вылазка в магазин, скорее всего, а далее, далее Лена уже дошла до того, что она, представляете, не в состоянии узнать собак, то есть она их путает, она говорит, вот, когда, говорит, снимают ошейник с Милки, я, говорит, не в состоянии их уже, значит, различать, как это, да, правда, сама же потом сказала, что одна собака темнее, что Милка намного крупнее, я, если честно, не понимаю, Милка намного крупнее, они абсолютно разные собаки в этом плане, да, как можно их не различить, я, если честно, тоже не совсем понимаю, далее, кстати, Лена призналась, друзья мои, в том, что ей заблокировали инстаграм, и она говорит, у меня там ничего не получается, и, в общем, надо, говорит, теперь создавать новый инстаграм, а, кстати, кстати, о птичках, тут вот эта тетенька-бабушка, которая ненавидит Россию, встает грудью, обзывая там русских, Россию встает грудью, значит, за Леночку, видимо, забыв о том, что Леночка сама русская, сама из России, вместе с Вовчиком, да, заработали там денежку, воспитывались там, обучались там, образование получали, дети у них тоже русские, да, так вот, эта бабушка так радовалась, когда узнала, что, представляете, да, блогерам из России-то сняли монетизацию, теперь им Ютуб ни копеечки не платит, бабушка, рано радовались, я же вам говорила, да, а вот теперь у Леночки, представляете, вот, инстаграм заблокировали, вот, знаете, я всегда говорю, ваши речи вам на плечи, видите, я даже не ожидала, что такое, вот, да, вот тут же момент там случится, но только вы мне пожелали несчастья, как бац, уже через буквально недельку у Леночки случилась вот такая вот фигня, так что, знаете, советую не отправлять бумеранги, я всегда говорю, товарищи, не стоит забывать, отправляя бумеранги, не стоит забывать о принцип бумеранга, что он, как правило, всегда возвращается к своему отправителю, так что, так что даже здесь, ребят, честно, смешно, кино и немцы, как говорится, отдыхают, ребят, вот такой обзор, продолжение следует, всем пока-пока.